Поехали Приветствую дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав Это Фактория КОП Но не полный КОП КОП 05 Потому что со мной Макс, но нет Каэриуса Макс, но не Каэриус И все такие там ФУ-ФУ-ФУ КОП без Каэра Нет, на самом деле Я расскажу Дело всё в том, что Мы никак не умещаемся в график У нас с КРМ постоянные проблемы Обычно я это рассказываю Да, да И в итоге И КРМ и нами всеми коллективно Было принято решение, что придется Снимать без КРМ Макс, ты так сказал коллективно Как будто навсегда Не навсегда, а просто одну серию Конечно, навсегда Только на пару серий Одну, скорее всего Я по примеру надеюсь О чем я постоянно говорил Запас серии, он как бы не просто так Не для того, чтобы ваши комментарии позже до нас доходили А для того, чтобы если вдруг что-то Запись происходит очень неравномерно Не случалось такой ситуации, что вот Серии нету, а как бы Хоть и нужно поснимать Потому что, во-первых, у нас произошли некоторые изменения И улучшения, о которых я сейчас поговорю И покажу вам все после стрима Но если вы еще и стрим не видели И запись стрима, то для вас вообще, наверное, много что изменится Но касаемо то, что было на стримах Я вам показывать не буду Такое, типа, в предыдущих сериях Потому что я и сам не помню, что там, на самом деле, изменилось за стримы Да, это было очень много Но запаса серий после этого не было А у Kairos обнаружились проблемы с интернетом Но мы, по-моему, и в прошлых сериях оговаривали И вот мы вчера пытались Честно пытались Но вот что-то вообще никак Каэр заходит У нее синхронизация И она Больше назад идет, чем вперед И мы и так И сяк И, в общем-то, совсем никак Ну вот Соответственно, если мы не будем сниматься То вы серии вообще там целую неделю не увидите По факторе И Вряд ли вы это оцените А рассказать, что мы сделали И что-то еще сделать Мы сможем Вот Поэтому Не переживайте Каэр вернется в максимально ближайшее будущее И Начну я, наверное, с Некого читерства Макс, мне же рассказать эту cool story, да? Или нет? Или сделаем, что Все честно было Что именно? И я забыл Ну, ладно Макс забыл Это нормально Это нормально Это было вчера Но это нормально Потому что Макс забыл Ну, на самом деле Ребят Произошла Очень Не очень Вещь Прям совсем не очень Здесь Я облажался Ну, я мог быть упорот Я мог быть заговориться Или еще что-то Но на стримах тоже никто это не подсказал Или подсказал Но я был упорот У меня нет в этом уверенности В общем-то Произошла Невероятное досадное Недоразумение Произошло Мы изучили Изготовление сплавов Кто был, опять же, на стримах Тот помнит Там оставалось Вот примерно, как сейчас У нас остается Для танкостроения По-моему, даже вдвое меньше То есть вот совсем капельку Но Проблема в том, что Вам не нужно Изготовление сплавов И нам оно нахрен не нужно Там дается электропечь Для сплавов А нужна Химпечь электрическая Химпечь Мать ваша А исследование Я не помню Как оно выглядит Кстати, лол Сейчас бы вам Показать Вот Это не продвинутая Металлургия Блин А сейчас, наверное, не найдешь Уже Как он как-то выглядит Как-то так Во-во-во-во Химическое производство Причем Забавно Оно исследовано Но у него есть Сохраненный прогресс Вот это вам нужна печка Для Кровь износ Это первое исследование Которое вы должны сделать До изготовления пластика До чего угодно Вот Вот оно первое И мы изучили не то Проблема в том, что Мы, опять же, это оговаривали И на стриме И до стрима В Bob Extended Есть явная дыра Вот Вот это вот серебро Проклятое То, что его промывается Невероятно мало Ну, нет На самом деле, как дыра Может быть, подразумевается Типа, вы можете Ну, точнее Это все-таки дыра Но я поясню, возможно Чем это не дыра Да, может быть Потому что автор Решил, что это норм В общем-то Серебро там промывается С нихрена Да, я освежу вашу память Если вы У вас-то все равно Это более-менее светло в голове А у нас-то Много времени прошло Все равно Реального Не только Серверного Хотя серверного Меньше прошло В общем-то Промывается И вот там С хрен-дом Маленько Если вот Найтленд прийти Вот эта серебряная лента То Где вот тут кусок Серебра Его вообще здесь нет Там, скорее всего Промывка стоит Из-за того, что Забился какой-нибудь Ресурс А, может быть И нет Но я не вижу По крайней мере Здесь вообще ничего А, там, скорее всего Кончилось какое-то Рубит кончилось Там, по-моему Во В общем-то Промывается Вот там С 16 яиц Один кусок серебра А нужно там Что-то типа 16 кусков серебра На один пакет Что-то типа такого В общем-то Это полнейшая дичь И Без Марафонов экстендедов Вам там нужно В 6 раз меньше То есть не 450 банок Поделите это на 6 Макс, ты можешь 450 на 6 Поделить? Нет, нет А 2 400 на 6 Можешь? 2 400 на 6 Это будет Легко делиться 400 Вот К чему 2 400 на 6 Делить? Просто Экстендед Он без разбора Пихает просто 6х-множитель На все исследования Вообще на все Даже если Мод идет После экстендеда Твой Он просто Всем впихивает Вот этот дреснёк Соответственно Он не учитывает Какие-то Более специфичные Места И Допустим 450 Ну пусть 600 То есть там Меньше Меньше 150 Где-то меньше 20 банок Где-то 75 банок 75 ровно 75 банок Это Вот То есть Одно дело Вам накопить 75 банок Если вы даже Серебро Это не промывали Ну у нас был Запас серебра Это я всё рассказывал Но мы исследовали Пластик Потом исследовали По-моему что-то Ещё не то В любом случае Вот по 70 банок Нам бы хватило На 3-4 исследования Того что накопили Но даже если бы Не накопили Накопить эти Сраные 70 банок Вполне реально Но извините меня Накопить 450 банок Нереально Это сутки Практически сутки Вот игрового времени Нужно просто сидеть И ковырять француз Ждать Это сраное серебро Это бред полный И возможно Как я сказал Возможно Мамусан Автор экстенды Считает что это нормас Почему? Потому что Ну сделайте ещё одну Типа Опа Макса Рассинхронизировал А почему? А хрен знает В общем Проблема с интернетом У всех Да Вот Ну нет Синхронизирует Сейчас Сейчас Досинхронизирует Правда Очень медленно Но в общем Суть в том Что возможно Мамусан считает Что О ну вам нужно серебро А сделайте ещё одну Промывку серебра Да У вас будет Мега избыток Других ресурсов Выкидывайте Или там Складируйте Или ещё что-то С этим делайте Ну типа Сделайте три промывки серебра Но я считаю Это бредово Это совсем не то И вот Допустим Рецепт на выплывку свинца Нужно было просто В исключительном порядке Снизить ему стоимость Там Как раз таки Вернуть ему там Ну хотя бы там Да пусть 200 даже банок Не 450 В общем-то Это бред Мопед И все с этим были согласны Потому что Кайр точно был с этим согласен Что это полный бред Сидеть Ждать С нуля 450 банок Целые игровые сутки Делать ничего нельзя Мы не можем ничего развивать Ничего строить Потому что Все следующие старатели Уже упираются В синие пузырьки Поэтому мы С помощью серверных команд Исследовали Хим Исследование Именно поэтому Оно исследовано Таким странным образом Что оно есть Но У него есть прогресс Вот это вот Сколько мы наисследовали сами Да За там Ну там К этому моменту Уже были просто накоплены Синие банки Оно вот это быстро прошло Но вот это нужно было ждать Там часов в 10 Вот Мы это исследовали Но Ребят Мы не просто себе накинули 450 банок Мы откатили Исследование В виде печек Ну вы видели Вот оно То есть мы Изготовление сплавов Отменили То есть мы не выдали себе 450 банок Ребят Мы их просто поменяли Местами исследования Одно исследовали Одно Забыли Одно мы забыли Исследование Поэтому у нас Все нормально В этом плане Но Некому Н-ному Определенному читерству Пришлось прибегнуть Но я лично Вот Возможно В твиках Это бы поправил Именно это исследование Снизил бы ему Сумму исследований Потому что Бредовенько Вот Почему же я упомянул 2400 банок Ну опять же Кто прям Все смотрит внимательно Тот знает Что вот Асфальт стоит 2400 банок Это люто Бредово Тут нет таких исследований Это как будто Энгейм Какое-то исследование Да Там вот Мега нужные Всякие там Автоматизации Всякие Всякие Инопланет Ну вот Всякие Всякие Топ исследований По необходимости Не топ исследований Они ну там 900 1500 банок Но даже За 2 косаря Исследований Ты так вот На вскидку Не нальешь Не находится их И Асфальт Это просто Блин Сраная разметка Под асфальт 2400 банок Я бы снизил Да Тоже Тоже в 2 раза Я бы это снизил Минимум Ну меньше чем Больше чем в 2 раза Нет смысла Но до 1200 Я бы это снизил Так Макс Ты за синклуса? Создание Что-то здесь Нахронизации Загрузка Карт В общем По-видимому Да Это Но я Скажу Что типа Вообще Да Читерно Типа Нужно думать Перед тем Как исследовать И Учиться На своих ошибках Но блин Моды составлены Криво Да Да В этом Никто не спорит Что да Там ошибки Свои Все нормально Но никто Не спорит Что Мода Сборка Идеально Сбалансирована И авторы Модов Все продумали Потому что Вы понимаете Что здесь Пирамида Модов Один автор Продумал Вот так-то Другой взял И решил Что-то поменять И что-то Переделал И придумал Так-то Но он мог Что-то Не доглядеть Потом на это Накинулся Третий автор Extended Сначала был один Потом на это Марафон На марафон Extended И он тоже мог Что-то где-то Не доглядеть банально Блин Макс Проблема Все Макс Пока ты Синхронизируешься Я не могу Бегать Так что я думаю Акваландисты Акваландисты В общем Долго или коротко Но Макс Все-таки Засинхронизировался Но явно Какие-то проблемы Непонятно в чем И Ну уж серию начали Надо ее как-то добить К сожалению В общем-то Пока Макс Пытался Синхронизироваться У нас доисследовалось Станкостроение И я начал исследовать Текущее Самое нужное Что можно Это автоматизация Четыре Потом я думаю Так не автонизация А какую-то еще Вот Логистику Потом еще Третью бахнем Она конечно очень дорогая Но нам нужны И сборочные автоматы И синяя лента Синяя лента Возможно Та же нужнее Но 1200 Голубых банок Это очень дорого Тем временем В принципе В кадр уже попало Я здесь бегал Появилась у нас Вот такая вот Здесь наверное Бахнулся Фонарь Продвинутый Но я вот Тоже добавлю В туду лист Вот информацию В новые твики Мы твики Там уже очень много Поменяли Но новую версию Так и не выпустили Нужно кое-что Добалансить Там еще кое-что Доделать Вот И добавлю туда Два пункта Это Химпроизводство Три Снизить стоимость Хотя бы до 200 Или там Даже еще больше И Асфальт Снижение стоимости Я обязательно туда Добавлю Ну в общем У нас появилась Вот такая вот Такая схема Производства Выплавки свинца Продвинутая То есть Здесь у нас Теперь Ну я так Нечто такое Уже делал Очень-очень давно Серии Возможно даже 10 А то и больше Назад Когда Казалось что О мы сейчас начнем Выплавлять свинец Продвинутый Чтобы получать Серебро из него А потом оказалось Что нужно Химпечи Вот И вот там Все и встало В общем то Куча таких аппаратов Химзаводов Которые производят Какую-то дресню Я уж не помню Как она называется Там оксид по-моему Да Оксид свинца Сюда Здесь просто Были простые печки Точнее как простые Здесь были электропечки По-моему На выплавку свинца Здесь вот Шла линия Со свинцом Ну теперь вот здесь Нечто вот такое вот Происходит И это собственно Типа основная Ветка Выплавки свинца Да Здесь также на карте Добавились некоторые дороги Не самые оптимальные Правда Макс Знаешь чем надо заняться Что надо сделать Военкой надо заняться Не военкой К слову Не военкой Да По отсчету о военке Мы заткнули Левую и нижнюю Да все заткнули То есть достроено Здесь был В принципе Вся нижняя часть Она достроена То есть заткнули Последнюю пробку Знаешь что там не хватает Там и радары Вот от СВ-632 Которые нижний Левый Там вот где Фарпост Да надо сунуть Но то есть не слишком близко В чем фарпост А не фортпост Не форт Точно не фортпост А он фортпост Я всегда считал Что он фортпост Фарпост Гугл фом Вон посмотрим Этот счет В общем-то Вот от СВ-632 Чуть вот Вниз Вот к оранжевым Вот этим точкам Там радар поставить надо Не особо прикольно Что там ни черта не видно В общем мы заткнули Вот эту Последнюю стену И по сути дела У нас остается Открытая территория Только вот эта И здесь тоже нужно Вот так вот отвоевать И вот так отвоевать Это 14 где-то Плюс-минус Месторождений Кусак Нужно зачистить И мы будем В полностью защищенной базе Ну неплохо Но вообще Там очень много Там много Там 14 И плюс еще левая стена Не защищена Она просто как бы Здесь Здесь нет Никакой защиты Просто стена Причем мы сюда подбегали Тут не было радара Вот этого Тут были кусаки Они прямо вот На блок выше Точнее на блок левее Были И в общем-то Мы стали подбегать Смотрим Они стены грызут То ли они только Начали грызть Когда мы начали подбегать То ли они их Покусывали по чуть-чуть В общем-то Нападение было Мы его отбили Но Постали радар Как бы защиты нет На самой стене Если здесь есть защита Здесь есть даже Тут все прям Бич-свежно Здесь стоят Как эти Дрон Не дрон Дронпосты Короче Дрон Робопорты 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 Вот Обрабатывают Все стены Они правда Не запитанные Собственно говоря Поступлением ресурсов Этим надо заняться Но они Зато У них есть Свои определенные Сундук У них есть патроны Они эти патроны По турелькам разносят Это раз Во-вторых Они турельки чинят То есть здесь прям Полный бич-пакет Защиты Здесь меньше бич-пакет Защиты Тут просто турели стоят А здесь вообще ничего нету Тут просто Бомж-вариант Стены Вот И это тоже надо сделать Макс прав Вот Но на самом деле Нам нужно Вот Есть СВ-454 рубит Видишь Он через дорогу такой Тоже в самом низу Практически В самом низу Подожди В самом низу Нашей базы А вижу Да Вот Вот этот рубит Там вот видишь Рядом СВ-412 Вижу И вот этот 412 нужно начать добывать То есть вот этот рубит Переименовать В бомбоне И добывать там бомбоне Вот этот вот Потому что у нас бомбоний Закончился По сути дела Это раз А во-вторых Насколько сейчас рубит На самом деле То есть вот здесь вот Были какие-то остатки Я их довез Отвез оттуда А рубит у нас По-моему Больше и нету К сожалению По-моему был Подожди Так Где вот этот рубит Находится Ага Окей И знаешь еще какой Рубит нужно Добывать Сверху Справа Которая ветка Вправо Далеко уходит 795 Там А там уже Там станции Есть Нет Там не добылось Там Там нет буров Почему-то Там есть станции Мы построили Не поставили Ну я притащу буру У меня есть Там надо еще Защиту поставить Защиту Да Потому что Слева начнут Прибегаться То есть лес Есть защита Нет Вот Это Максу задача И еще Военки В общем Как не У нас Какая топ цель По турелям Нам нужно Свыше сотни турелей Обычных МК-3 Ну просто Обычных МК-30 Ну МК-3 Необычные Это обычные Мелкокалиберные турели МК-3 Для того Чтобы просто Зачистить Все что есть Сверху И расставить Первичную Какую-то стену С турелями То есть только первичную И собственно говоря Где-то Порядка Собственно говоря Надо избавляться От этого говна Собственно говоря Надо Поставить еще Снайперских турелей Где-то порядка Полтоса И должно хватить Должно хватить То есть Левую Ой Верхнюю стену Мы поставим И будем защищены Уже практически Полностью Останется только Справа Два оси Рассоединить А все станции Обособленно Защитить Отдельными Стенами Ну на самом деле Эта территория Она не для того Чтобы добывать Внутри этой территории Для того Чтобы у нас Просто была Местность Куда можно Базу развивать Вверх особо Нам на самом деле Не нужна территория Но Вот как-то Диагонально Соединять Вот эту территорию Стеной Не особо Красиво будет Везде Нет диагоналей По стенам Везде такие квадраты Вверх когда-нибудь Можно заюзать Макс говорил Что вверх тоже Можно что-то построить Что-то развивать И логистикой соединить Это прикольно Это даже интересно По-своему Попробуем Позвращаемся Ну кстати Вчера же Мы собирались Макс тоже говорил Что на самом деле Просто огромное количество Человек и часов Даже вот эту дорогу Проложить Это тоже Огромное количество часов Ей занимался Долфин Фокс Кто на стриме был Тут знает этого чувака Ну узнал об этом чуваке Вот Он тоже помогает Нам развивать Все это дело Но это тоже Человек и часы И это даже вот дело Не в кардкоре Там не в сценах Ни в чем Это просто Тупо Человек и часы Которые вы Особо никак Не можете Умножить Ну дронами И он строил это дронами Ну сами понимаете Это нужно прийти Поставить чертеж Даже пока дроны Все это построят И так далее И так далее Все равно Время уходит Вот Допустим Переплавку стали Я хотел куда-то сюда Допустим Вынести Тут территория появилась В принципе дополнительно Вот здесь я где-то хотел Вот это вот Можно засыпать На самом деле Частично И здесь сделать Массивную выплавку стали Просто территории Там придется занять Очень много Для этого Потому что сталь у нас Вот узкое место Стало Это сталь Одно из узких мест Это сталь Пожалуй главное Потому что Она нужна на военку Турили Военка Да Мы стали очень много Воевать Нам говорили Что на четвертый день На вас зажмут Ну стали зажимать На пятый Вот Турили Это сталь Ее там идет Просто в огромном Количестве И Наверное Это Такой самый основной Источник потребления Вот Еще что Изменилось Ну так как Свинец Основная выплавка Стала там Сзади Проблема в том Что туда свинец Шел исключительно По промывке А шел он туда Мало Основное количество Свинца Появляется вот здесь И Ах Красота Свинец После То есть он идет Смотрите Отсюда Здесь делится Точнее здесь Здесь было деление Где-то Да вот Эта линия Я ее отрезал За ненадобностью В общем-то Потому что Основное потребление Там должно быть В общем-то Свинец идет так От промывки Здесь тоже он появляется И он Разворачивается И сюда же возвращается В общем Говностру во все поля Появился Ну просто потому что Нужен свинец Там выплавку Идеально И здесь Вообще полностью Все заменить на Ту выплавку Свинца С серебром Но на самом деле Непонятно Нужно ли оно Не нужно Поэтому пока так И еще один Говнострой В этом же направлении Это Здесь свинец Я Кайру Сказал Кайру подруби Это я Я Нормально Ну центр базы Это только пешеходы могут В общем-то Я попросил Кайру Подрубиться Вот тот свинец К этой ленте Выплавки Кайру подрубил Кайру молодец Ну ничего не говорю Кайру действительно молодец Мне очень неохота Было этим заниматься Он его подрубил сюда Но проблема в том Что сверху Он тоже Не всегда Плавится Потому что По каким-то неведомым причинам Он перестал плавиться Одно время там Мне пришлось Его тоже Говностройство Вот так прокинуть сюда В общем-то Просто чтобы он здесь был Тоже То есть получалось так Что вот Его здесь не хватало Здесь все равно Что-то не хватает Кстати Не хватает смолы Смолы не хватает Но вот Вопрос смолы Я пытался вчера Последним починить Вчера я сидел такой Ээээ Вообще никакой И еще один интересный момент Мы заходили в Майнкрафт Ну Кто наверное не заметил Так начался цикл по Майнкрафту И у Макса были проблемы С интернетом в Майнкрафте А потом мы пошли в Факторию И у Каириусов Блин Случились проблемы В Фактории с интернетом И в итоге случилось все так Что Мы с Максом сидели в Факторию А Правильно с этим Каир сидел в Майнкрафте Мы здесь строились А он там Так В Тимоскордец СР-1 Будет сидеть в Фактории Потому что у меня начались Те же самые проблемы Что у Каири И в Майнкрафте И в Майнкрафте Все объемлющие серы А мы так Периодически будем появляться Ну Собственно С Майнкрафтом У нас все свободнее А я конечно нашел В чем здесь бага Интересно Так что там серии будут выходить В разном формате То есть Периодически мы все втроем Периодически один серый Периодически серый с Каиром И практически никогда я серым Потому что Потому что это сложнее всего Вообще-то Вот такие вот дела Так А Все нормально Да Нашел я багу Этой баги Четверо суток было Вот почему Ферма дерева затупляли На самом деле Они не умели брать Вот с этой ленты Дерево Оказывается Вау В общем-то Я вдвое расширил Ферму дерева Но была Да Вы только что ее поняли В чем она заключается Почему-то вот эта лента Хотя может быть Хотя возможно Не было здесь никакой баги На самом деле Потому что Возможно оно случилось Из-за того что я Удвоил ферму И где-то построил Что-то не так Как оно было раньше В общем-то Сейчас оно должно Начать раздупляться Должен начать Вот это дерево Перерабатывать А еще это дерево На самом деле Отсюда бы Можно было бы Зафильтровать Вот на эту ленту Но я боюсь Тогда не будет его хватать Хрен знает Оно по-прежнему Идет в Одного Невероятной плотности А здесь кстати Нужно поставить Здесь кстати И обычного Подземного Хвасят Они же длиннее Вот Здесь что-то Оно упирается Здесь все красные Да я обнаружил Здесь еще были Подземки желтые Этого типа хватало Но Прогресс Все такое Случился Так Ничего фермы Начали выкладываться Странно Почему-то эти фермы Ага Ростки поехали Но дерево здесь Мега избыток Здесь бы какую-нибудь Логистику бы нам Накинуть Типа там Если дерево где-то больше То его туда кидать Но я хз Как это сделать Если честно Мне бы добавить Просто фильтрующий Манипулятор Вот здесь Его можно сделать Длинным Да Я не очень люблю Точнягу Она не очень Красиво организована Как по мне Но она работает Поэтому Сейчас я сделаю Костыль Мега костыль Ома Нет Неправильно Не в той стороне Тут два длинных Кайр говорил Что это возможно Косяк перевода Может быть Просто что-то не влазит Но Два длинных В этом списке Потому что Длинный вперед Либо длинной жопой Вот Мне нужен длинный жопой В этот раз Так Так И вот так Соответственно У меня получается Здесь дерево Где-то он здесь Вот Прямо Во Такие дела Во Во То есть он сюда закидывает Эта штука фильтрует Ну делает то же самое Только я его еще Ну Короче Пойдет Мне кажется По крайней мере Вот все Фермы Желтые Желтизна с ферм исчезла По крайней мере Вот С Большинства из них Да Все-все Повыкладывалось Все нормально Ну по крайней мере Лучше чем было Оно потихоньку Сейчас еще раздуплится Все нормально Дерево должно Блин Не то нажал Дерево должно появиться Ну действительно Проблема с деревом У нас уже последние Периодические такие Моменты Стало появляться Это совсем неприятно Вот уже понимать Что у тебя с деревом Проблема Потому что у нас были С камнем проблемы И ладно С этим как-то свыкся Но дерево Блин Саное дерево С учетом на то что Это ферма есть И все равно Что-то с ним Оно постоянно Его не хватает Постоянно эти фермы Что-то залипают А вот эти гигантские Фермы Кайровские Они слишком медленные Даже с учетом Потому что он построил Их там С удобрением Там тайминг 270 По-моему с удобрением Или 250 Это полнейший кал Вот Еще кстати Я тут обнаружил Такую вещь Вот здесь вот Это Долфин Фокс Строил И он такой А мне понравилось Ну говнострой Понятно дело Но Как бы Как это сказать Так Не политкорректно Толерантно В общем-то Просто корректно Просто корректно В общем-то Окей Говнострой Говностроем Но Нужно признавать Что это говнострой Это полнейшее говно Да Когда я допустим Первый сезон снимал Я вам говорил Ребят Это полнейшее говно Да То круговое движение Железа С медью Общей Которая постоянно Забивалась Никак не было Забаланшено толком Хотя оно Забивалось Потому что Я знаю Я понял потом Почему оно забивалось Там дело было в том Что я добывал Очень неравномерно Там было Два сортировщика На медь По-моему Или один И там До хрена на железо Естественно Равномерности Там никакой не было Но нечто такое Можно организовывать Но с большим Пониманием Делом Вот Но я не отрицал Что это говнострой Да Долфин тут настроил А мне понравилось Ну говнострой же Здесь вот эта вся территория Была забита Я просто сильно не вдумывался Что здесь Здесь было Два сливщика воды Сборщин Химзавод Собирающий водород Кислород в воду Который сливается В сливщики воды Десять цистерн Для воды Зачем-то здесь было построено В общем-то Просто какая-то Типа Я натыкал Какого-то говна Чтобы оно делало вид Что оно здесь есть И для чего-то нужно Все это заменилось Вот Один Сжигатель водорода И Ну Сжигателя водорода Здесь нет кислорода Потому что Для выплавки Свинца Как казалось Нужно просто Огромное количество Кислорода Точнее даже не свинца А оксида свинца Ну Кто бы сомневался И поэтому Я практически со всей базы Стянул туда кислород Ну и для продвинутой Выплавки стали Тоже потребуется Расширять кислород И КАР мне сказал А есть же у нас кислород Вот его огромное количество И соответственно Я его прокинул На наше основное производство Ну я его прокинул Сначала на сталь А от сталь Уже до До свинца И если Нам его не будет хватать У меня здесь еще Вот здесь Где есть топ Ютуба Здесь тоже есть кислород Который в виде воды Сливается Но здесь он сливается В виде воды Потому что Это оправданно Нам нужна чистая вода Там Поэтому там все Грамотно Здесь было полнейшей дичи Вот это вот Вот эти вот Система труб Я уже это говорил Но это тоже Полнейшая херня Честно Это просто дичь Хотя я говорил У меня есть идеи Как это все организоваться По-моему вы не видели Ну я хоть не говорил Что не буду рассказывать Что было на стриме Но Я хочу похвастаться А вдруг вы не видели А? Есть шанс Да Еще там в первой серии Была классная тема Я тоже расскажу Что там было? Да я говорю Ну типа это Рофл Ну серый Да я просто не догнал Блин Ну как бы Ну стрим был Он есть в общем доступе Его можно посмотреть Так же как и первую серию И давай теперь Повторять все Что было в прошлых сериях А В всем Ну блин Нет Нет Ну в прошлых Совсем давно было А тут Может быть вы не видели Вдруг вы не видели Вдруг не видели А вдруг А тут же А тут же Почти сразу я вот В тот же практически день лежал И думал, как можно это по-другому организовать Когда вот здесь было И подумал, что нужно просто сделать вот так Я это на стриме все рассказывал Почему, что-то как, сейчас не буду сильно углубляться Ну, количество труп Относительно прошлого, прошлой схемы Сократилось там чуть ли не вдвое, втрое У меня реально пол инвентаря трубами стал забит После того, как я все это перестроил Освободилось огромное количество труп Правда, я тогда не запомнил, сколько я их с собой принес Так бы я вообще прям точно определил Сколько же я их освободил Но сравните вот это вот с той схемой А Dolphin сказал, ой, я улучшил твою схему Ну да, улучшил он, конечно, знатно Но на самом деле нет На самом деле вот как нужно улучшать схему Да, еще здесь появилось Вот это появилось с последним Обновлением сборки К сожалению, я тоже на стримах рассказывал там Про обновление до 2.0 и все такое С проблемами, но появились вот такие Рецептики, очень интересные И в комментах кто-то писал, что типа Ну, когда... Макс, это ты? Что? Макс, там нам прогрызли стену Там вот где как раз таки мы воевали, помнишь? Это ты? Нет, я не умею Ты прогрыз стену Нет, вот я тебе говорил, туда надо турели поставить Сейчас они тупо разнесут радар Ну Я, короче, сейчас... Да, да, Макс Беги теперь, я очень далеко Сер, я очень далеко А где турили? Они все в общем ящике Там их, блин, больше полтоса Блин, я заблудился В общем-то, не успел я вам показать, ребят Но вот в комментах, где и вы по-прежнему можете писать Там даже есть в группе у нас Тема специальная для предложений по развитию мода Unchained Wix Ну и на самом деле, если вы разработчик Хотите принять участие в разработке Вы также можете там отписаться На стриме я помню, кто-то был, что типа Я, я хочу А никто на самом деле... Не хочет Да, как бы на словах вы Лев Толстые Левы Толстые На деле На деле просто Зощенко Вот Не знаю, почему Зощенко, но Пусть будет Какие-то Макс Рофла Вы забыли, как говорили Вот, поэтому Если вы хотите принять участие Потому что все тоже упирается в человек И часы У меня рука вообще не доходит до этого практически Теперь Потому что еще добавился Майнкрафт Мне еще нужно писать Бесконечный Холод Это основная задача Мне еще нужно снимать А еще я могу У меня будет проблема со здоровьем Я вообще ничего в эти времена не могу делать практически Уж тем более никакие там Твиксы делать Или еще что-то Выжить бы в эти дни Хоть как-то Поэтому руки доходят очень-очень редко Ой, выжить бы в эти дни Ясно Кто-то, кстати, прибежали Они не побежали атаковать Они лишь хотят это Создать себе Семью Семью, да Представляешь? Ну, ты Знаешь, они сами себя убьют Можете оставить все как-нибудь Я сейчас сольюсь Я турили поставили без патрона Ты представляешь? А что патроны не взял? Я патроны не взял Умный ход Умный Я торопился И говорил Да я ее знаю Ладно, я турили использовал просто как стену У меня по дефолту есть Как это? Затаунтил, затаунтил Вот, я, по-моему, вчера пытался это слово вспомнить Когда мы с ребятами сидели А может быть и не это В общем-то я затаунтил на турили Забайтил на турили А так расстрелял У нас мы исследовали военку По-моему, она за голубые банки была Да Она не особо нужна Ну как не особо нужна? Она на самом деле нужна Да Но вот Долфин прям хотел Не знаю, Долфин У него опыта Мне кажется, у Долфина не хватает опыта игры просто еще Нету поэтому столь четкого и структурного Я стены не взял, блин Более структурного понимания Ну, мы-то уже сколько наиграли Понятно, дело у нас больше опыта Больше все Но вот ему явно не хватает этого Блин, жалко, радар, конечно, третий с винтилем Ребята Вот, он вообще Сейчас вам покажу За какие он исследования выступал Вы поймете, что это полнейшая дичь И вообще Полная лохматость какая-то Так, будет так Я могу себе позволить третий радар Долфин в основном за военку выступал Последнее время, по крайней мере Че, пока крафтится Блин, а его как найти-то мне его Ракетный урон? Нет Вот, инопланетные технологии мы исследовали Ну, Долфин выступил за это Да, но здесь за зеленые банки За белые Это надо Это надо Мы открыли инопланетный исследовательский пакет Но он еще выступал и за силовую броню Нет, не за силовую броню Врум За модульную За... Вот За силовую броню Да, за силовую броню Но, ребят Она требует инопланетных пакетов Десять Мы для этого исследовали Вот то, что я вам только что показал Да, но эти пакеты Извините, меня Собираются Вон, посмотрите Нужен контроллер на интегральных системах Где он его возьмет сейчас? У нас он даже не открыт А чтобы его открыть Для этого нужно продвинутую электронику изучить Это еще 1200 голубых банок 1200 голубых банок И этот контроллер Это не вот что прям вот Пошел и собрал его Это нужно еще Целое производство собирать Это сутки-двое суток игры Если не больше Да На кой ляд Вот это исследование ему А он просто вот Ну, то есть Не знаю Мне кажется Здесь даже не то чтобы Отсутствие опыта Отсутствие какой-то внимательности Что ли Да, то есть Я уже ловил, конечно Долфина на говнострой Мне кажется Это психологические проблемы Отклонение Психологическое Ну, нет, не отклонение Ой, как обычно Засрал человека Заскрарил Заскрарил Просто дальше некуда Нет, просто Это вот в голове Оно либо есть Вот стремление К Красивости К оптимизации Либо этого нету Да Это вот Как бы С этим ничего не сделаешь Например, у меня есть Это стремление Да И это же стремление Выливается Опять же В работе над бесконечным Холландом Да, мое стремление К тому, чтобы Прям вот Каждая мелочуга Была на своем месте Да Но есть люди Которым вот Насрать на это Они просто делают И все Да И вот Долфин Относится Как мне показалось Больше к второму типу Вот он дороги делал Вот эту дорогу Он проложил И Местами она Не к селу Не к огороду Я ей тоже Сильно недоволен Местами Она вот здесь Была кривая Ну, пусть кривая дорога А то, что Как бы Вся база строится От дороги В принципе Весь внешний вид дорог Как-то Опирается на это Ну, пофиг Кривая дорога И все Вот эта вот дорога Она здесь вот Тоже не к месту Да Потому что здесь часто бегаешь сам На самом деле И у нее Скорость бега Меньше на 30% А на машинах Здесь все равно Неудобно ездить И вот это вот Вот зачем вот это Вот это ничего не перенесено И вряд ли куда Можно будет перенести Да, то есть И вот К чему оно здесь Вот спрашивается Да, в чем В чем перфекционизм Вот этого строительства Типа Я хочу дороги И просто Чтобы они были Ну Я, в общем-то Этим не сильно прочухался Вот И вот у Долфина Нету Какого-то вот Стержня мышления Да То есть вот он Хочу Вот Нам нужна броня Да Но ты посмотри Что там нужны Инопланетные технологии Но ты посмотри Элементарно Из чего это делается Да Просто здравый смысл Это не Не пернуть Блин В туалете Да Собрать вот этих вот Пакетов 1200 Даже 10 таких пакетов Не соберешь Это двое суток сидеть И исследовать Извини меня Там 600 тысяч Банок исследований Сейчас Просрать туда 2к бутылок Которые Исследования Дадут нам Какие-то технологии Которые мы используем Все равно Через двое суток Только Зачем Это затормозит нас Есть робопорты Свободные МК-2 МК-3 Нет Вот Я как бы Объяснял человеку Зачем вот это Он конечно выступал За это Но Ну надо смотреть же За что-то выступает Элементарно Вот это вот Конечно мне показалось Очень странно В его мышлении Не знаю С чем это связано Но я вам объяснил ситуацию То есть вот Да все У Макса нормально Все с этим У Кайра нормально Все с этим Они не делают Просто рандомную херню У меня в целом тоже Я бывает конечно делаю Рандомную херню Но по фану Да Как бы Я знаю Что я за это плачу Да Но Здесь просто Просто рандомная херня Без осознания Этой рандомной херни Это вот Не дело Совсем Но может быть Человек научится Натренируется Опыт наш Перемет Да И со временем Лучше станет Понятное дело У нас опыт Все таки Пять суток Мы здесь сидели Если ему помогать А не засирать То мне даже кажется Что у него есть шансы Нет Шансы у него есть Если бы у него не было шансов Мы бы его отсюда выгнали уже Да Потому что Действительно есть такие люди Без шансов Просто вот вообще Просто ГГ Изи До свидания Человек скорее мертв Чем жив Да пациент Там без шансов У Долфина шанс есть Как бы У него на этом этапе Я объяснил Как бы То что я объяснил Это не Макс сказал что застрать Я просто люблю В такой форме выражать Я понимаю Есть же слова Как бы Первый шаг Решения проблемы Нерабочий Это понять В чем проблема Заключается Если ты не понимаешь В чем проблема Ты ее не решишь никогда Да Если ты понимаешь Что ага Я там В чем именно Заключается неправильное мышление То ты можешь понять Как его Наладить Своё это мышление Как начать Думать В нужном русле Да что ж такое Это не то дело Вот Поэтому То что я описал Это условно говоря Первый шаг К решению Соответственно Если долфин Будет пользоваться Решениями Стремится к этому То там все нормально будет У него Это топотняк Вот То есть он Не клинический Идиот Потому что Бывают Прям попадаются Люди Ну Кланов у нас Много разных было Не только в В Там Расте И В разных В разных играх У нас были Конечно попадались Просто такие Чипенцы Что ты просто Вот хоть стой Хоть падай Как говорится Долфин Нормальный чувак Я был Я с ним знаком Достаточно давно Так-то Вот Не то чтобы Прям очень плотно Но знаком Вот И Понятное дело Я не стал бы Его брать Если бы Не считал Что у него есть Какой-то потенциал И надежда В нем Потому что Мне писали Некоторые люди Но Я отказывал Потому что Я понимаю Что Это не те люди Которые Вот здесь Нужны мне И которых Я вижу Здесь И с которыми Мне будет Хотеться играть Вот Я просто говорю Насчет засирания К тому что Типа Серый не подбирает Аккуратных выражений Не обижайтесь на него Нет Я такой Так Как бы Ну опять же Кто меня знает Тот знает Я не люблю Подбирать слова Я достаточно грубый В выражениях Ну Такой человек Потому что Мне Вызывает Это Бурю возмущений Всегда Прям И я Эту бурю возмущений Выражаю Очень эмоционально Можно считать Что Поэтому Школьники В комментах Всегда так Бомбят Мне прям Слышно Как будто Вы не знаете Кого вы смотрите Мать его Как будто Вы не знаете С кем Вы общаетесь Так Ладно Я тут Какую-никакую Защиту Организовал Сейчас я еще Наверное Партурелик Здесь впихну А И снайперских Что ли Поставить Тоже Чуть-чуть Да Как-то так Там Что ли Шли у нас Защитные механизмы Выглядели Да Как будто Вы ребят Не знаете На что подписывались Нет Люди разные Бывают Есть Толерантные Есть Не особо Толерантные Есть я Да Есть я Не знаю Я не то чтобы Прям не культурный Человек В этом плане Но Я вот такой Конечно Все нормально На самом деле Тут Типа Оправдываться Не о чем Я Не вижу В этом особо Ничего плохого Просто Я знаю Как люди на это Реагируют Люди на это Реагируют Всегда очень жестко Не Ну опять же Люди разные Люди разные С этим Ничего не поделаешь И Постоянно Это просто Принять Нет Просто Это может Выглядеть Еще совсем Не так Как оно Есть На самом Деле Да И так Далее И так Далее Что в том Возраст Быть умнее Трудно Но серьезно В интернете Никто не знает Что ты идиот И вот Прибежал человек Начал рассказывать Мне там Затирать Какую-то Что Это где такое 454 Рубит А Это просто Мой поезд Успокойся Он Тут Убор До 3 станции Настроен Вот Вот То есть Пришел Начал Затирать Какую-то Мне дичь Типа Что мне делать Да Но есть Поговорок Во-первых Много на эту Тему Есть поговорок Типа В чужой Монастир Со своим Уставом Не лезь Или Что там Еще Не выпендривайся Мразь Да Не выпендривайся Мразь Вот И человек Приходит Начинает Тебе затирать Что-то А Не говори мне Что делать Я не скажу Куда тебе Идти Вон То есть Человек Пришел Начал мне Рассказывать Что мне Как и нужно Делать В такой Не особо Вежественной Форме Типа Мои слова Истинно В последней Станции Я ему говорю Типа С какой Стати Я должен Тебя Слушать Точнее Нет Я сначала Написал Как бы Это мой канал Я здесь Сделаю Так Как я Хочу Это Логично Это вообще Там Не было Ни грубой Формы Ничего То еще Я просто Сказал Чуваку Это мой канал Я снимаю Так Как мне Хочется Я делаю Как мне Нравится На что Услышал Еще одну Претензию Что я Оказывается Нет На что я Услышал Претензию Что Мне Оказывается Насрать На мнение Мои Подписчиков Хотя Этот человек 100% Не подписчик Он пришел На видос Я это 100% Знаю Да Рандомный Он не является С моим подписчиком Он не смотрел Мои видео Он посмотрел 5 минут Потому что Это не понравилось Он начал Высираться Да Но когда Я ему Сказал Как бы Что Я делаю Так Как мне Нравится Оказывается Я оказался Мразью То что Я не прислушаюсь К мнению Подписчиков А с какого Стати Я вообще Должен слушать Мнение Каких-то Рандомных Звездорасов Комментариев Которые Пришли И начали У меня Высирать Как мне Что нужно Делать С какой Им насрать На все Но ты должен Их удовлетворять Серый Верни турели А Турели Давай Верни турели Такие Мрази потребители Которые Считают Что Им что-то Не понравилось И Ааа Ну Удовлетвори Меня Ну Это реально Блин Жиза Че Так Это Метка Есть Есть Поведение Очень Очень Невежественное Поведение Вот Такого Характера Оно Выглядит Естественно Как бы Я нахер Шлю таких И это нормально Но вот Когда он сказал Мне А че ты не слушаешь Я говорю Как бы Ну я ему сказал Что А почему я должен Слушать мнение Чьё-то В комментариях И почему я должен Подстроиться Конкретно Под твоё мнение Почему На что я услышал Что я мрайс Оказывается Часовешный Но это тоже На самом деле Я сначала думал Что это у меня Только такие проблемы Но когда я потом Смотрел стримы Разные на твичах Достаточно Популярные Или не особо Популярные Вот везде Где автор Вот хотя бы чуть-чуть Не стопроцентно Лижет жопу Всем своим Зрителям Подписчикам Типа А вы такие классные Я вас всех люблю Вы замечательные Лучше вас никого нету Вот чуть-чуть Автор не ведёт себя Как лицемерная мразь А просто ведёт себя Как человек И общается с Зрителем Просто как с человеками С равными себе А я ребят с вами Общаюсь всегда Как с равными Да Я вас Никак не возвышаю Не занижаю Если вы ведёте себя Как идиота Я говорю что вы идиоты И мне насрать Чьи вы там где подписчики Потому что Вы в первую очередь человек А то что вы нажали Кнопочку подписаться Не сделало из вас гения Не обязало меня Лизать вам в жопу Да Вы просто нажали кнопку подписаться Вы можете её нажать Отписаться через одну секунду Да Я это никак не контролирую Я это никак не проверю И мне с этого никак Люди приходят Люди уходят Это естественный процесс Да И Этот процесс не обязывает Меня лизать в жопу никому У нас здесь нормальное Человеческое ламповое общение Да Но есть огромное количество людей Которые вот считают Всё Если автор там видео Считает кого-то Идиотов идиотами Всё часовые То есть Ну К сожалению За шквара в интернете полно Идиотизма Можно вот Я бы Вот есть группа Я же матери Вот Её форсят Прям Невероятно У меня вся лента рекламы Этой группы Засрана Там про тупых Ну вы поняли кого Да Я нечто такое видел давно Ну это ведь У кого-то появилась идея стартапа Организовать такую группу Она видимо очень популярная Очень хайповая Да Но я бы мог создать Такую вот Такую же группу Типа Я ж подписчик И прочие там Типа Автор часовой И прочее Подобное Это конечно не хайпово Но я спокойно мог бы Потому что там тоже есть Вот Системные Вот Маячки Да есть фразы Которые сто процентов говорят Что человек идиот Потому что Ты точно понимаешь Какие у него Были цепочки мышления Которые привели к этому Утверждению И вот Все Одну фразу человек написал Ты уже понимаешь Какой у него уровень мышления Все Ключевую фразу Потому что Они систематически появляются Одно и то же И ты уже общался С подобными людьми Ты уже точно знаешь Что лежит за Этим утверждением Какие другие тезисы И уровень мышления Поэтому ты Понимаешь Внезапно Есть прогнозирование В общем-то Я отвлекся Но я сделал все Что я хотел За сегодня Я показал базу Я построил защиту И Собственно У нас есть Выплавка свинца Мы ждем Теперь Сидим В носу Ковыряем Когда будут Исследоваться Исследования Я прокомментирую Два вопроса Во-первых Касаемо ЧСВ С какого хрена У людей Такая неприязнь К ЧСВ Я не понимаю Я наоборот Общаюсь с максимально ЧСВшими людьми Они всегда Куда более На самом деле Я тоже И вот если посмотреть С кем я общаюсь Или Допустим Или кого я смотрю На ютубах Эти люди Точно попадают Под это определение И в этом нет Ничего плохого Нет ничего плохого В том что человек Считает идиотов Идиотами Или там еще что-то Не любят Да и критикуют И резко высказывают Вообще ничего плохого Нету Это адекватно Это прекрасно А люди вокруг Еще более говно И это нормально Куда хуже Я практически не обращаюсь Не общаюсь С какими-то лицемерными Как раз такими мразями Которые считают Всех замечательными Да хороший Ты замечательный Все молодцы Вот это вообще Потому что Это полнейший идиотизм Этот человек Вряд ли даст Ничего интересного И полезного И общаться с таким И не интересно И не полезно И не особо приятно Потому что Это не искренне Абсолютно Нет Есть люди Которые Они считают Точно так же Как я Но они Очень стараются То что я выражаю Они очень стараются Выражать это Максимально культурно И максимально Чтобы оно не задело Но по содержанию Абсолютно то же самое Это забавно Что к сожалению Наша Это и забавно И грустно То что наше общество К сожалению Вынуждает Правду Вот как-то вот Вуалировать Да Она так становится Доступнее Ты просто понимаешь Серый Ты так Экспрессивно Выражаешь все Что Вот дебил Он просто Как бы Я обиделся У него даже Не появится мысль Да Макс Макс Ты прав Нет Для меня Ничего не открыл Это действительно так У дебилов Действительно так Мышление работает Ты ему выразил Правду Я кстати Сказал Тому чуваку Ты это сказал И вот тому чуваку Который я в пример Привел Про ЧСВ И так далее Еще пару реплик Спустя Я ему сказал Каждый дебил Считает Что Я его послал Потому что Я ЧСВ Но ни один дебил Не подумает Что я его послал С его высказанием Потому что он дебил Действительно Это так есть У дебила просто Не сработает Желание Включить свою голову И подумать Что его послали Или там Еще что-то Потому что Это правда Он скорее всего Подумает Что автор мудак Да И все И думать Ни о чем не будет Но проблема в том Что да Если это выразить Очень культурно То возможно У какого-то дебила Включится мышление И он об этом подумает Даже не культурно А просто Не пытаться его Тыкать в это А мне нравится тыкать Да я понимаю Что тыкать-то Это классно Но когда-нибудь Когда ты кого-то тыкал Если это не животное Самое вот Совсем Это хотя бы раз помогало Я бы не сказал Что Ну и рассказывается И не тыкать тоже Макс не помогает Конечно Не помогает Но нужно тыкать умело Как бы для этого Есть социал Великие фразы Я вот уже чувствую Комментарии Великие фразы Макса Нужно тыкать умело Нужно тыкать умело Это нужно понимать Чуваки Если вы будете Тыкать просто так Это имеет последствия Не забывайте Не самые лучшие И еще Касаемо НЧСВ Блин Я не понимаю Почему Люди на ютубе Так привыкли К контентмейкерам Потому что Им нравится Им нравится Когда Им Лишут жопу Смотри Ты идиот Ты нажал кнопку подписаться Нет смотри Ты идиот Ты зашел на канал Тебе рассказывают Какой ты классный Замечательный Но ты на самом деле Просто Блин Это совсем грубое слово Будет На вы начинается Ну Ну вот ты такой На вы начинается Слово Там еще несколько букв Дальше Но ты нажал Такую кнопочку подписаться Потому что тебе рассказывают Что ты классненький Да Но если тебе будут рассказывать Что здесь одни Такие как ты сидят Ты не захочешь подписываться Зачем Да даже Желани Классненький Классненький Люди в принципе Ну забывают о том Что этап Это свободная площадка Где люди могут Просто свои мысли Люди в принципе Забывают Что как бы Нужно развиваться И быть Умным А не быть дегенератором Что нужно принимать Любые мысли Что нужно обрабатывать их И Анализировать Да Анализировать То что И расти Не нужно хавать Только то что ты хороший То что ты там Типа Нужно Сложные Нужно слушать Слушать сложные мысли Нужно их пропускать через себя Нужно допускать, что ты брать Нужно допускать, что ты ошибаешься Нужно очень много чего допускать Но, к сожалению Вот, кстати, вот пока не забыл И, кстати, наверное, у нас уже набежал вагон времени Но я думаю, на этой мысли будем заканчивать Вот Макс сказал, что вот тыкать Я люблю тыкать идиотов В то, что они идиоты Я это обожаю Я просто не перевариваю идиотизм Как такового явления И у меня просто это не укладывается в голове Как можно быть такими идиотами Поэтому это вызывает у меня возмущение Поэтому не хочется людей тыкать в это Вот, но что я хочу сказать Вот у нас общество Оно стремится вот именно к толерантности Да, вот к мягкости выражения этому Но я лично считаю, что это и есть ошибка Идиотизм нужно максимально громко Общественно порицать Как говорится, насмехайтесь на нем Гоните его Это должно вот Действительно вот Когда вот везде Вот куда бы ты ни пошел Везде бы насмехались над идиотами Везде бы чмырили идиотов Проблема в том, что общество Полно идиотов Заполнено идиотами Поэтому идиоты просто отделятся в отдельную кассу Ой, кассу и все В отдельную кассу, а не отдельно Да, да Но я лично считаю Это тоже один из видов путей То есть С одной стороны Должно восхваляться здравомыслие Оно должно восхваляться Оно должно воспитываться Оно должно поощряться И с этой же стороны Должно наоборот Угнетаться Порицаться Идиотизм Но идиотизм нигде не порицается Если он будет порицаться Я говорю Идиоты просто отделятся Так проще Ну просто отделяются Блин Пусть отделяются Потом их на расходник Пустим Да и все В кассу Ну для этого есть военкома Блин Че, черт Не затрагиваем Люблю военкома Вот Ну Я лично считаю Ну это более глубокая Уже философия идет По строению общества И путь к идеальному обществу Но к сожалению У нас ничего такого нет У нас в жизни нормально быть идиотом Нормально быть быдлом Почему? Потому что чем меньше Ты о чем-то думаешь И запариваешься о том Что ты где-то ошибся Неправ и так далее Чем меньше думаешь О каких-то проблемах Тем легче тебе живется Те достаточно Быть быдлом Вот такие вот идиоты Они прибегают Они сто процентов уверены В своей правоте Они сто процентов Они никогда не задумывались Что их мнение Чего-то стоит И Насколько оно Они не думают Насколько оно квалифицирует Оно у них есть Мысль в голове появилась Все Значит они уже классные Значит уже Их кто-то почему-то должен Слышать Они в этом уверены Их Потому что им никто не сказал Что Ребята У вас есть мнение Повертите его на одном месте Потому что всем насрать Если вы не суперквалифицированный специалист Если ваше мнение не основано На каких-то Глубоких изомышлениях И вы не потратили огромное количество времени Чтобы Проанализировать Огромное количество вещей Которое связано С тем тезисом Которое вы высказываетесь Вверхите на одном месте Это мнение Скорее всего Оно нахрен никому не нужно И не должно быть нужно Но Этому никто нигде не воспитывает К сожалению Но я думаю Надо заканчивать У нас наверное там уже часа полтора набежало Серая серия философская Философская Нет Закончили чем-то игровым Это Скажи мне Строительные дроны будут запитывать патронами Этой турели Не знаю Потому что Я сказал в этой серии Что они запитывают Но По-моему да Нет Просто поставил турели без патронов Они не полетели их заполнять А ты патроны положил в ящик Да Положил конечно Значит нет Значит нет Значит я Я наврал в этой серии Ребят Вот Признаю Я наврал Автоматические ставят Ремонтируют дружественные постройки То есть не снабшают Нужно дроны снабжения Нет Но у нас нет Мы не используем У нас челленджи Без дронов снабжения Нужно поезда снабжения сделать У нас же нет челленджи Без поездов снабжения Да Нужно поезда снабжения Но вот со станциями сложно без дронов Ладно Будем заканчивать эту серию Она получилась философской Почему? Потому что с нами не было Каэра Каэра Он перетягивает внимание На нечто игровое Потому что он сидит и строит Он прагматик Это нужно понимать Он прагматик Да Каэра прагматик Мы с Максом Философии любим Да Философы Да И на стримах кто И на старых стримах был И на старые серии копа нашего Смотрел Тот точно знает Что мы любим Обсуждать такие темы Потому что темы на самом деле Очень актуальны Очень животрепещущие Они все объемляющие Они очень объемные К сожалению Мы не сможем изменить мир Но мы можем Изменить общество Да Ну хотя бы Вам можно Пробуем Сказать И Хорошо если помогаем Но опять же Я закончу тем Что многим это не надо Как бы Какой контент спросов Либо задросто Я это постоянно говорю Да Потому что Вот гайдики по Майнкрафту Что еще Что еще может быть лучше Да Либо клоу надо А вот мысли Вот здесь нужно сидеть Здесь нужно эту мысль Слушать Последовательно То есть напряжение Какое-то мозговое Появляется А мозговое напряжение Это ой скучно Ой Сложно Вот тот же идиот О котором я сегодня рассказывал У него тоже была претензия То что типа скучно Ну рассказ Ребята Это надо слушать Это надо чувствовать Это нужно вот Голову напрягать А голову-то напрягать Не хочется А соответственно Слова превращаются Когда ты их В суть их не слушаешься В пустой звук А пустой звук Он скучный Понятное дело Наоборот фактов Да Да К сожалению Понятное дело Когда ты тупой Когда тебе не хочется слушать Для тебя это скучно И это тоже вот Сразу автоматически Маячок Да Если человек приходит И рассказывает Что это скучно Скорее всего он идиот Практически 90-99% Тире Вероятность этому Значит он просто Не вслушивался В смысл слов А раз не вслушивался Ничего такого Мы тут не рассказываем Высшую математику Я никогда не рассказываю Это простые вещи Их нужно просто Чуть-чуть посидеть Подумать Наврящ Да Кому надо Никому не надо А смотря клоуна Да не надо напрягаться Да Можно деградировать И к сожалению Очень большое количество Людей предпочитают Деградировать Не развиваться И остаются К сожалению На том же уровне Идиотизма На котором они были 10 лет назад 5 лет назад Поэтому наше общество И состоит из идиотов Оно поощряет Идиотизм И не только потому что Клоунады и цирк По очень большим Идиотам проще продать Все Да Макс озвучил эту мысль Идиотов Идиотов легче использовать Идиотам легче навязывать Всякое говно Идиотов Идиотам легче Навязывать какие-то Ценности Которые на самом деле Просто из воздуха Создано И это выгодно всем Государствам Коммерческим Мировым коммерческим Организациям И прочим Легче же айфона Продавать новый Когда ты идиот Вот ладно Эта тема еще более Всеобъемная Я ее тоже Тема об айфонах Темах об айфонах Нет Эта тема Парт 2 Парт 102 Скорее всего Ладно Эта тема действительно Объемная Я просто боюсь Я бы с радостью Ребят поговорил И об этом Сегодня я себя просто Хорошо чувствую Более-менее И с Максом Ламповая атмосфера Всегда Вот Я бы Сидел бы здесь Еще 2 часа Хоть 10 на самом деле Но к сожалению Серию надо заканчивать И Есть еще огромное количество Дел Которые нужно успеть Мне сделать Вот Поэтому Вот компенсирую Скажем так То что Тут не было серий По факторе И начало Майнкрафта Вот Такая разговорная Серия получилась Ну и для разбавочки Игровых серий Фактория Тоже Ничто не меняет Не мешает вам ее скипнуть И остаться Идиотом Который смотрит только Клоуна дует Цирк на канале Идеальный выбор Выбор Каир Будет игра Да Будет Каир Будет игра Да и собственно Без Каиры сейчас Вроде как это Ну что-то сделали Да Мы что-то сделали Вкус Биланс Ребят Давайте будем Прощаться Макс Услышимся Ладно Услышимся Поэтому пишите комментарии Ставьте лайки Если вы поддерживаете канал Ламповую атмосферу Вы против Дегенератства Аутизма Клоунада Цирка И прочего Вы за ламповость И так далее Пишите комментарии Ставьте лайки Читайте книжки И думайте Да Читайте книжки Думайте Развивайтесь Эволюционируйте Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok